Всем привет! Второй урок по анимации. Открываем 3D Max. И смотрим. Это у нас еще. Это idle pose. Все ее помнят. Если кто-то повторяет за мной. И за моими уроками. Вот. В предыдущем уроке сохранили базовую позу. И в предыдущем уроке мы сохранили в самом начале базовую позу для ходьбы и анимации. Открываем ее. Open. Mountain Basic. Открываем. И вот он по стойке смирно у нас тут стоит. Сохраняем. Save. Волк. Сразу собаку ставим. Волк. Ходьба. Или гулять. Save. Следующая манипуляция еще одна. Что-то хотел и забыл. А. Здесь я вот что сделаю. Я здесь отключу вот эти руки. И здесь отключу. Чтобы у меня когда при повороте груди руки шли с грудью. таз у нас так же отдельно. Так. Волк. Немножко теории про анимации такие. Вот смотрите. Волк цикл. Если вы сейчас обратитесь в раскадровку. Откроете интернет. так смотрим. Трока фотки. Вот картинки зайдете. и вот в этих картинках ну можно немножко запутаться на самом деле. Хотя вот ой че сделал-то убили. Не туда ткнул. Сейчас получше какую-нибудь выберем. Там ребенок. Тут вообще какая-то какой-то гусь ходит. Да это сам нормальный вариант. Вот. Контакт. Рекол. Пессинг. Хайпоинт. Хз. Че это так. Вроде пошел английский учить. Но пока не знаю. Но суть что когда вы будете инфу искать вам будет часто попадаться что стандартная анимация походки допустим состоит из 17 кадров. Где-то 24 кадра. То есть слепо не идите этому варианту в 17 кадров допустим. Что 17 кадров это будет быстрая походка. Она подходит не каждому персонажу. Вот допустим у нас такой уволень. Он ну просто не может идти 17 кадров в походку. Цикл такой делать. Поэтому не бойтесь делать походку 20 кадров 30 кадров даже 40 кадров. В этом уроке мы будем делать походку из 30 кадров. Поэтому не зацикливайтесь на 17 кадрах. Поэтому сразу ставим 30 кадров 30 помним что нолик мы убираем. Так следующее немножко ноги наверное мы раздвинем ему да раздвинем ноги вот 6 даже наверное 7 7 раздвигаем ноги ему ну опять же это все субъективно это у меня 7 у вас может быть 5 остаться так же просто я смотрю и так с чего начинается походка походка начинается в принципе так же как и идол пост только смотрите что мы делаем мы ставим здесь привязку одниорочку уже поставили начинаем с позы с первой можно включить автокейн ничего страшного первая поза у нас идет как бы сказать базовая поза идет первая поэтому запоминайте вот эти важные вещи выставляем позу одна нога идет чуть дальше другая нога назад опускаем его немножко важный момент смотрите вы раздвинули многих но вам надо посмотреть чтобы вот эти значения были округлены понимаете вот тут 17 851 не надо такое значение нам нам нужны ровные значения чтобы потом проще манипулировать 17 давайте 18 поставим поставили 18 и здесь так же здесь вот видите 18 поставим 18 и 18 ноги теперь важный момент это запомнить ваше скручивание по градусам понимаете то есть вот это скручивание ноги запоминаем 40 40 запомнили да теперь здесь скручивание ноги запоминаем 30 запомнили и немножко ногу вверх поднимаем вверх и дальше знаете можно и вперед ну и опять же выставить здесь 22 ровно почему-то вот так все 22 ровно вот первый вопрос больше ничего значит здесь 40 скручивания здесь 30 и подняли вверх то есть все значения эти сохраняют зона переходим в local system запомнили не надо здесь сразу настраивать вот такую позу то есть вот так повернул вот так повернул и пошло поехало такую позу мы не настраиваем сначала настраиваем ноги немножко скрутили теперь выбираем все ключи которого ставим ключ 1 здесь так как у нас 30 кадров на 15 ставим 1 ключ и на 30 ключ возвращаемся 15 кадр теперь что нам нужно нам нужно эти ноги поменять местами то есть вот эта вот нога должна встать вот так а вот это встать должна по другому и вот этот момент он и как бы самый не скажу он не геморрный здесь но я когда анимировал костями обычными там нету такой вариант какой я покажу сейчас вам здесь то есть я не мог взять не знаю может у меня не получилось может я что-то неправильно делал но там совсем по другому там идет где-то какой-то валу копируется что-то делается но здесь вариант проще смотрите что мы делаем мы в этом кадре возвращаем эту ногу назад на 40 не бойтесь что она у вас задирается а эту ногу назад вот эту вот за эту платформу назад на 30 вот они мы вернули ноги но это ничего не значит пока теперь возвращаемся на ключ назад ставим ставим view и смотрите что мы делаем мы берем вот это значение которое кстати вот у меня слетели цвета их ну желтые что-то какие стали не суть берем значение вот минус 22 переходим сюда смотрите берем и копируем где 18 минус 22 нога сдвинулась то есть мы тупо берем значение и копируем следующий вариант опять же возвращаемся берем значение по z к траве c смотрите и вот сюда к траве b вспоминаем насколько мы вращали эту ногу на 30 градусов все то есть нога у вас точно так же стала как и вот это вот первом кадре мы поменяли то же самое мы берем с этой теперь ноги 18 вот здесь мы ставим 0 что нога стоит на земле и вводим значение 18 вот пожалуйста потом берем и крутим на 40 градусов все пожалуйста и пошел тяп тяп ляп тяп ляп вот оно у нас идет но сейчас конечно мы будем настраивать остальное но суть в том что вот таким образом задается симметричная анимация то есть мы просто берем с одной ноги этим удобен кэт что здесь можно делать это очень просто вот такими значениями и манипуляциями главное запомнить градусы на которые поворачивали можете записывать это где но это просто 30-40 это запомнить следующий вариант анимация у нас идет не вариант а шаг кстати тут и заметно нажимать 4 и заметно как ваш скинник и работает при ходьбе как деформация идет теперь смотрите ноги как бы у нас естественно что-то не то они что-то там в воздухе творят мутят поэтому делаем следующий шаг сдвигаем на 7 кадр даже вот на 8 и смотрите это нога вперед и следовательно когда он опирается на нее она должна на земле быть а это подниматься и теперь ставим 8 смотрите вот здесь вот где-то на 15 градусов потому что половина от вот этого 30 градусов вот здесь значит 15 и ногу возвращаем тоже у нас 30 и где-то на 20 то есть тут уже по градусам смотрите чтоб ровно было и ставим 0 и теперь что мы видим то есть у него нога в этом положении и она раз на земле остается то же самое с этой ногой здесь если 8 кадр получается здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 23 вот сюда кадр также выпрямляем 15 хотя можно проверить кстати как вот с этого ракурса проверяется пройдем и посмотрим видите значит ногу надо которого нажать и сдвинуть вперед тогда получается вот теперь здесь смотрим так нормально и здесь я все-таки возвращаю вот сюда вот все нормально ну немножко вот смотрите докрутить можно вот теперь смотрим ноги у него не подлетают не взлетают никуда он идет как нормальный человек следующий шаг просто внимательно смотрите и понимайте что я делаю следующий шаг то есть у нас смотрите нога здесь летит как бы в изгибе а по идее она должна уже коснуться было согнуться поэтому вот в этом вот раз на третьем кадре мы смотрите выравниваем ногу 25 и ставим 0 теперь смотрите раз она прилипала к земле и он пошел прилипает и идет то же самое здесь 25 0 то же самое здесь и раз раз и на матрас обратите внимание на щелчок вот этот вот вот он смотрите видите колени здесь немножко надо потом таз ниже поставить потом поставим теперь сохраняемся смотрим идет что теперь мы делаем так как мы эту ногу уже пришпандорили но нам не нравится как действует вот эта нога таким же образом выравниваем ее ровно где-то 15 ну так приблизительно здесь 20 15-20 запоминайте можно даже перейти в другую ногу сразу вот здесь ее выравниваем 15 это для ориентира чтобы не запутаться вам 16 ладно фикс возвращаемся к этой ноге и смотрите поднимаем ее выше вот это значение не обязательно чтобы ровное было можно 7 69 ну давайте 7 поставим ладно 7 или 8 ставим 8 то есть она немножко выше идет когда контакт у вас выше пошла нога также в эту ногу мы 8 то есть обратите внимание я ставлю и появляются ключи вот поставлю эту ногу появились эти ключи которые мы взаимодействовали а вот это кстати вспомогательные ключи это основные а вот эти мы не ставим этой кнопкой мы их просто анимируем между основными ключами мы просто двигаем чтобы проигрывалось все одинаково и не стопорилось под дальше взяли эту ногу смотрите разворачиваем где-то 50 на 50 и вот видите она под углом поднимается то же самое здесь 50 проверяем как бы назад даем сейчас сдвинем все это надо сдвинуть таз немножко получается опять вот берем значение вот этого видите он здесь назад пошел мы вбиваем это значение в эти ключи и он идет как бы немножко вперед но опять же меня не устраивает то что теперь вот эта нога она согнута здесь хотя должна она примерно вот теперь вот таким образом она выглядит но опять же 23 23 чуть сдвигаем ничего страшного 23 24 24 24 копируем это это мы поправляем как бы видеть я там сделал изменения на ноги влияние по-другому стал поэтому мы вбиваем ключи основные и вот заметьте я вбил основные ключи и сдвину платформу а вот эти ключи относительно вот этого ключа остались на месте то есть по идее это значение здесь было 22 раньше по идее здесь должно быть оно больше чуть-чуть но запомните что вот эти ключи действуют на основные анимации а это вспомогательные то есть здесь основная поза здесь он вспомогательный разгибает и разгибает это все так вот смотрим ну вот уже получится но есть какой-то момент вот этот вот щелчка мы будем убирать потом следующее смотрите вот плавность вот этой вот анимации заключается вот в этом носке мы его подгибаем немножко видите жизни он у вас так не подгибается 27 так так 20 вот 25 примерно выставляем 25 выставили и также выставили на этой ноге вот 25 то есть ноги ноги у нас видите раз изгибаясь плавнее плавнее с того вы можете это наблюдать опять же вы можете здесь проанимировать этот носок как бы его немножко поднять на 15 градусов в третьем кадре когда нога встает вы возвращаете носок смотрим где-то на 10 градусов также с этим носком здесь мы его на 15 сдвигаем в третьем кадре на 10 опускаем по идее на 15 надо опускать на 15 наверное опустил здесь еще 5 градусов докручиваем смело теперь смотрим что он делает вот этот ключ надо ступить не забываем что первый копируем в конец всегда ну вот он более-менее так вот здесь вот деформация мне не нравится она вообще какая-то стрёмная в скинье где он называется ну ладно не об этом сейчас следующий момент с ногами немножко разобрались а таз смотрите вот какую ошибку я допускал первый кадр вот эта поза он в самом верху должен быть я же допускал вот такую ошибку я делал его чуть ниже а вот здесь я его делал чуть выше и вот это была моя ошибка в походке делается все наоборот здесь высокая фаза а вот в этом моменте мы его опускаем немножко как на зоне опустили вот видите вот так вот он должен идти вот раз раз а не наоборот запомните этот момент он очень важный здесь можно конечно чуть сильно низкой опусте вот еще так здесь пропадает челчок этот видите над этим кадром поэтому берем вот это значение которого c32 у нас вообще кадр вот это 23 и вот сюда было на господь не на 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 тасс ни в коем случае не копируйте этот ключ сюда потому что потом здесь у нас будут вращения если вы вращения скопируйте потом беда быть беде ключ поставил итак вот мы уже идем походка конечно за бутылкой как будто он идет сейчас мы немножко на 15 опустим наверное этот его корпус градусов видите что под наклоном он ушел а не прямо как солдат ну даже 30 30 кадров немножко много для него хорошо теперь работаем с тазом работаем с тазом какие манипуляции возвращаемся в первый кадр и разворачиваем таз вот в эту сторону где-то на 10 градусов прокручиваем то есть в трех ключах мы это делаем смотрим как бы задница видите у него раз начал крутиться то есть таз начал крутиться потом манипуляция следующие так таз в эту сторону на 4 градуса вверх поднимаем 4 не надо в походке делать сильно много градусов вращения вот видите сейчас уже я да хотя я ставим вот так ну вот что-то прям сильно ремень так болтается ну ладно поправить можно можно меньше градусов вставить это не проблема потом идем восьмой кадр и немножко по иксу сдвигаем на 2 копируем пошел прямо здесь минус 2 так что-то мне не нравится убираем эти минус 2 как-то сильно он пошел на 1 здесь одни заколдывала сейчас получше но это мы видим какую-то хромоту вы тоже это видите скопируем ключ посмотрим хромота присутствует потом вот такие моменты мы попробуем с помощью кривых убрать сейчас общая настройка у нас идет теперь вот восьмом кадре еще смотрите когда он идет вот здесь он как бы немножко корпус у него вперед толкает вот так то есть припрыжку за бутылкой пошел это вот это значение повай повай сюда вбиваем этого много может быть поэтому да видите это много поэтому три ставим наверное троечку здесь чтобы он как бы движение дело но не так сильно явное было тройку здесь а его так в принципе и нормально будет выделяем все ключи кстати можно здесь сразу выставить а вот вот видите почему у нас хромота была смотрите вот сюда залезли какие-то ключи естественно их надо удалить мы их удалили вот обратите обращайте на такие вещи внимание поэтому и вот это вот колбаса как говорят типа в одном таймлайне все анимации вот такие вот могут быть проблемы контроллер вставляем цикл и сейчас смотрим все равно на как будто вот смотрите без ключей такие вещи да пойдет пока вот здесь кстати вот смотрите опять же вот в этой позе можно немножко таз тоже подключить но прям чуть-чуть вот 3 градуса то есть нога это задирает таз в эту сторону и здесь также смотрите 3 градуса прям вот немножечко там задрали 3 градуса таз сюда корпус можно смотрите на 2 градуса чтобы как бы перекашивало его и здесь 2 градуса таз прогуливается ну мы видим что анимация становится лучше сейчас добавим голову руки и вообще не стягиваются корпус теперь если у нас нога и таз поворачиваться в эту сторону следовательно тело в противоположную тоже не переусердствуйте где-то 7 градусов так же здесь если будет мало подкрутим смотрим ну вроде нормально идет посмотрите с разных ракурсов чтобы одинаковая анимация была одинаковое вращение теперь руки не давайте голову немножко голова у нас видите поворачивается вместе с корпусом с грудью поэтому ее немножко вот в эту сторону там 7 было у нас получается где-то 5 5 градусов 5 градусов здесь 5 градусов здесь и здесь извиняюсь какая-то фигня мне кстати посмотрел уроки первые что записывал и вот этим нет какой-то голос как у бобника будто я тут семки сижу грызу но ладно это просто заметил на собой так что ну идет 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 видите голова не поворачивает уже с корпусом мне не нравится стопорящий момент в конце вот смотрите идет раз застопорился 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 мне это не нравится мы смотрим я чуть график да нет все нормально будем кривыми как-то исправлять я покажу как просто работать с кривыми то есть какие моменты важны в кривых руки руки вот эта рука параллельно вот этой ноге то есть ее вперед на не сильно тоже 25 градусов эту руку назад на 20 градусов давайте в следующем кадре абсолютно работает по другому эту 25 градусов а эту 15 градусов потом первый ключ просто копируете назад у первого дохода и смотрим ну и что идет вроде без сейчас посмотрим ну руки здесь прямые сейчас мы будем еще ими управлять не забываем что у вас еще есть такие вещи как ключицы смотрите идет когда вниз здесь да по идее должны вверх учиться пойти но мы их немножко опускаем здесь 6 градусов примерно вот 6 градусов здесь и вот здесь в 23 кадре тоже 6 градусов посмотрим видите добавил движение такое то есть ключицы мы работаем постоянно всегда что это предложение строить типа не все могут смотреть сегодня в завтрашней и идем идет смотрим теперь это по основным настройкам теперь смотрите не забываем про кисти и про вот эти вот блокивые моменты в первом кадре немножко подгибаем где то тоже но 15 давайте градусов 15 здесь 15 здесь 15 здесь смотрите 15 здесь чтобы она сгибалась вот в этой позе немножко видите раз и раз следующий момент немножко на разгибание чтобы плавность придать рукам ключи разгибания тоже немножко в другом месте стоит не здесь то есть мы не здесь его так вот бегает а смотрите когда рука проходит до середины примерно 8 до 8 кадра мы вот здесь ее поправляем где то на 25 кадров и получается что раз и она отстает немножко видите отстает она отстала и вот будет плавный момент также здесь дело здесь дело вот здесь вот она отстает у нас на 25 5 включим включим посмотрим сейчас смотрите видите отстают руки и как бы такая плавность движение появляется вот все что я хотел сказать о войне во Вьетнаме то есть запоминайте что плавность настраивается вот в этих позах то есть это называется тоже как бы задержка то есть раз вот тут задержку чуть чуть назад отодвинули эта рука идет дальше а это как бы назад просится и в итоге также мы и здесь настраиваем то есть каким образом только все наоборот она дошла до верхней части и идет вниз вот она дошла до низа и здесь мы подкручиваем на 15 градусов то же самое с этой рукой то есть смотрите она здесь идет уже вниз а мы подкручиваем ее вверх чтобы она оставалась там и получается вот такое вот движение видите раз 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 сохраняемся то же самое с кистью кистью английская кистью то есть смотрите здесь мы в этой позе она возвращается только не сильно на 10 где-то вот раз она плавно а здесь само собой она хочет попроситься назад и тоже где-то 10 градусов посмотрим смотрите видите и кисть начал болтаться как нам надо немножко с корявостями ну ладно главное чтобы вы поняли просто вылизывать походку тоже мне некогда на самом деле и вот тут так же смотрите она пошла сюда но мы ее задерживаем здесь на 10 градусов и так же и здесь мы оставляем ее там на 10 градусов то есть все просто работайте основные вот в этих ключах то есть тело корпус вот они они здесь делятся на два работайте в этой позе ноги конечно там чуть чуть больше на одним ключом то есть вот это вот касание ну это стандартная походка то есть такая простенькая а и нестандартные я еще не делал и вот смотрите у нас руки плавно двигаются немножко кажется что стопорится ну и ладно в этом моменте что мы можем еще сделать смотрите здесь мы можем в этой фазе мы если у вас касается ноги каким-то образом вы здесь просто ее сблигаете выше то есть вот она раз и спрятал назад раз раз но у меня здесь все нормально с этим поэтому так еще один момент смотрите а что можно с кистью сделать вот в этих кадрах вот вот здесь можно ее вот так вот подкрутить видите то есть он идет ровно здесь а потом раз подкрутил ее так же и с этой на 25 да там было вот на 25 можно подкрутить ну и только посмотрите как подкручена она видите подкручена не так как нам надо нам надо еще вот в эту сторону подкрутить 15 15 здесь 15 здесь 15 здесь то есть внимательно смотрите как остановка ключи идет 15 здесь и 15 старт партнер так же можете смотреть фазы вот здесь можете докрутить допустим 20 Все в local system Не забываем Так уберем Ну вот за бутылкой и пошел Конечно трудно На самом деле передать именно характер Персонажа в анимации Надо быть уже наверное Аниматором полноценным А никак не до тёпок Я что то делаю Здесь одинаковые анимации Хотя бы вот это понимать пока И делать вот такие стандартные анимации Так голова у нас Сейчас сохранимся Так же может и тело у вас Немножко играть Допустим вот здесь вот Оно может или вперед пойти Немножко вот раз Спружинить как бы А здесь назад И здесь опять же в этом кадре А на пять Вот Ну такие вот движения мелкие Они и плавность и дают анимацию В самом начале вы видели Как он шел у нас Дубовый какой-то Можно стопы подкручивать Ну это уже там Опять же экспериментируйте Пытайтесь добавить свое Здесь вот смотрите Голову можно На 20 градусов На наш 20 И вот здесь тоже на 20 градусов И смотри Опять же если вы хотите что то сделать Побочное в этой анимации Так же как выдал пост Копируйте Штук 200 кадров В зацикленной анимации И там уже Сработайте с ключами И Делайте Ну то есть он идет Там повернул голову И посмеялся Еще какую-нибудь фигню Замутил Ну вы поняли про что Дальше смотрите Немножко приоткрывается Челюсть у него Вот здесь он да Он открывает здесь челюсть Вот когда он идет Наступает на 8 кадр Немножко Вот смотрите Где-то 7 градусов Ну типа челюсть тяжелая Он ее не может держать И Нет много 7 градусов На самом деле Которого Z Которого Z Которого Z Четыре градуса Четыре градуса Здесь тоже Вот нормально Четыре градуса Так глаза Вот глаза у нас тоже будут Закрываться при походке И он также создает Выбираем глаза наши Создаем три ключа Как в предыдущем уроке Абсолютно Раз Два Три В этом кадре Закрываем их просто Правда Локал системы Локал системы А не локал системы Локальный системы Ну здесь конечно циклично будет Вот он идет и закрывает Идет и закрывает Идет и закрывает Тут уже с этим ничего не сделаешь В принципе походка нормально Получится Немножко быстро Опять же вот что я имею ввиду По кадрам И смотрите Вдруг По какой-то причине Вы захотите изменить Скорость Ну то есть вы хотите добавить А вот смотрите что это у нас такое Надо сдвинуть вот сюда Допустим не 30 к походку Вы хотите сделать А меньше 24 кадра Вы берете просто уменьшаете 24 кадра Выбираете все В этих Ключи Избегайте вот этим ползунком Здесь ставите 24 кадра И вот он у вас Быстрее пошел Но на самом деле Не все так просто здесь Простым сдвигом кадров К сожалению Сбиваются Вот эти вот все наши Побочные кадрята Поэтому здесь надо Заново смотреть И расставлять Возможно ключи Потому что у него Видите сбой пошел Вот он Поэтому внимательнее К этому отнеситесь Если сдвинули уже То и сдвигайте ключи Какие то посередине Сдвигайте Какие то посередине Середины Вот так вот и сказал Ловко Но я это не практикую В редком случае Когда только атаки делаю Там можно сдвигать Сдвигаться А когда походки Походку я делаю То я все Делаю как 15 Здесь так А здесь почему-то На четвертый кадр Перескочил Вот я даже вернул Все на место И уже у нас Двинулись все кадры Вы видите Что вот Вот восьмой У нас был кадр А здесь вот Какой то 12 Уже что это Проще открыть Ну я вот Показал для примера Что не надо Торопиться И Внимательнее С кадрами Ну все Походку сделали Сейчас с кривыми Поработаем Там чуть-чуть Буквально Походку можно Вылизывать Добавлять кадры На ноги Допустим Где-то выше Задрать Где-то там Намутить Чего-то Накрутить Но Цикличную анимацию Я вам показал Теперь мы с кривыми Поработаем Работа с кривыми Заключается в чем Это Работа С грудью С тазом И немножко Руки Можно посмотреть Заходим Вот в грудь Graph Editor И видим Наши кривые Вот По всем осям Вот сейчас Вот здесь Вот вы видите Position Ростейшн Scale Естественно Scale У нас нет Нам надо Rotation И Position Смотреть Смотрится Все просто Вот Rotation Допустим Выбираем Мы видим Что По Y Вот здесь Идет Какая-то Кулебяка То есть Не плавно Идет А кривая А вот здесь Раз И тюш Пошла Поэтому мы Что берем Мы берем И выправляем Это вот На такие моменты Вот ровненько Ставим Ищем вот такие кривые И ставим их Ровненько Понимаете По Z Смотрим По Z Все нормально По X По X По X Видите Можно чуть-чуть Как бы Двинуть Вот этот ключ Кстати Вы Сразу Заметите Разницу Когда вы Будете делать Манипуляции С ключами Вы Заметите Плавность Вот здесь Такая же картина Смотрим По X Мы видим Вот тут Какая-то Лебяка Здесь В принципе Нормально Кстати говоря Немножко Вот таким Макара Под шамами То есть Обычно Обезья Сглаживайте Как Сглаживали Бы Там Видно Когда Создаете Что-то По Y Посмотрели Вот Здесь Вот видите Смотрите Раз Непонятно Небольшая Почему Это Гревая Сейчас мы Поднимем Посмотрим В чем Причина Здесь Как Видите Сейчас Посмотрим Нет Возвращаемся И причину Можно Искать Даже Вот здесь Почему Она Так Себе Ведет Почему ТАС Ведет Себе Тут 32 Минус 3 1 Здесь 32 Минус 3 1 Следовательно Где-то С обращением Мы Промазали Или же Мы по Иксу Что-то Изменили Когда Вот Здесь Вот Поэтому Вернемся На место По Иксу А да Вот видите По Иксу Изменили Сразу У нас Началась Чушь Такая Городница Поэтому Икс Лучше Не трогать Вот Все Вернули На места Свои ТАС Тогда Оставляем Не надо В нем Манипуляции Делать Здесь Все Нормально Оказывается И вот Здесь Как Это Странно Но Вот Этот Ключ Что Он Делает Здесь Давайте Я Все Попробую Делать Что Он Нам Даст Так Скроем Пока Мешайчик Посмотрим Здесь Ну вот Получше Стало Опять Идем Туда И Уже Смотрите Щелкаем На Нашу Руку То То Тупо Щелкайте На То Что Где Делали Движение Эй Так По Игреку Можно Посмотреть Что Тут Наделали Немножко Сглаживайте Здесь Не надо Ничего Трогать И Смотрим Сразу То Чтоб Плавное Не Рывковое Движение Были А Плавное Также Вот С Те Самое Отдел По Игрек Ус Смотрим Здесь Он У нас Возвращается Оказывается Ладно Оставим Пока Посмотрим Тоже плавно Ставим До Начала И Конец Понят То есть Выискиваем Rotation Наши Скручивания И Поправляем Движение Поэтому В принципе С кривыми Такая работа И происходит Что-то Выискиваете Там Смотрите Подправляете Вот Здесь Видите Какая-то Каша Главное Проверяйте Все Это Дело Можно Выбрать Этот Ключ Допустим Здесь Выбирайте Asmood И Она Сгладит Сглаживать Нескну Сторон Скорее Все Вот Это Нам Глаживает Вот Эту Часть Нас Глаживает Так Стоп Выключаем Здесь Вот Вскрываем Save As Плюс Ну Ну Нормально Походка На самом Деле Плавно Нигде Не хромает Ничего Есть Какой-то Момент Вот На эту Руку Кому-то Передается Сейчас Мы Скопируем Пробую Может Ну Это Уже Вряд Ли Поможет Вот Ну Собственно Готово Вы Видели Манипуляции Несложно Все Вот Этими Значениями Делалось С Вращением Пожалуйста Без Инструмента Потому Что Есть Инструмент В Кэт Давайте Экспорт Правильно Поход Персоназ И Google Выдаст Никак Вот Сохранили Смотрим У Юнити У Юнити У Кэт Есть Вот Такой Инструмент Да Ёшкин Кот Что-то Запутался А вот Смотрите Идем Удаляем Нашу Анимацию Или Даже Не Удаляем А Создадим Поверх Нет Удаляем Удаляем И Вот Создадим Такую Анимацию Включим И Что мы Видим Вот И За ноги Пошел Ну Эти все Анимации Конечно Это вам Надо Отдельно Смотреть Уже Можно Здесь Сделать Неплохую Походку Кстати Говоря Здесь Вот Есть Настройки Разные Видите Твист Ротед Это Вот Хаб У нас Тас Грудь И Вот Здесь Вот Этими Кривыми Настройками Все Это Вы Управляете Но Мой Совет Лучше Использовать Мой Метод Который Я Показал Вам То Есть Вручную Пытаться Анимировать Это Все Потому Что Это Приобретается Опыт И Понимание Расстановки Ключей Как Раз Так И И Вот У Меня Какой Случай Был Мож У Меня Видели Вы Арах Нида В Видео Так Вот Урока Естественно Я Не Нашел Никакого Как Анимировать Вот Таких Всяких Жуков Полков Но Посмотрев Просто Видео Как Передвигаются Ноги И За счет Того Что У Меня Немножко Появилось Понимание Ключей Вот Этих Вот Цикличной Анимации Я Смог Сделать Эту Походку Пускай Не Идеальной Но В В В В Смысл Вам В Дальнейшем Достаточно Будет Просто Смотреть Референс Не Смотреть Урок Как Делается Удар Или Как Делается Еще Что А Просто Смотреть Видеореференс И Знаю Уже Как Расставить Ключи Вы Сделайте Анимацию Поэтому Продвигайте Вот Такие Методы Учитесь Ключами Анимировать А не Где-то Скачивать Готовые Походки Готовые Удары Лишь бы Быстрее Что-то Наляпать Настряпать На самом Деле Херня Получится И будете Вокруг Этого Ходить Долгое Время В Юнити Проверим Давайте Походку Ой Что-то На канал На свой Дошел Сейчас С текстурами Проверим Чтобы Посмотреть Как Смотрится Все Поэтому Я создал Папку Сразу Закинул Текстуры Все дела Так Что у нас Кто у нас Мутант Файтер Единное Название Что Поделать Сейчас Он Закинет Быстро Посмотрим Как Он В Юнити Ходит Вот Расскажу Про Камеру Опять Я Упомяну Этот Момент Тан Файтер Анимешн Странно Почему-то Почему-то Материал Не Применился Вернее Не Экспортировался Материал Это Очень Странно Ну Ладно Разберусь Смотрим Поход Да И Нормально Здесь Как будто Смотрите Момент Как будто Таз У вас Стоит На Месте Вот Поход Это Очень Заметно У вас Дергается Камера Сама Видите Пол Дергается А в Максе По-другому Работает Поэтому Не Пугайтесь Этого Момента Ну И Все Вот Он У Вас Будет Вот Так По Карте И Ходить Бродить Ну И Другой Помните Все Удаляем Это Не Нужно Дон Сей 22 Минуты Ну Пожалуй Все На Это Урок По Поп Проволк Закончен всем спасибо следующий урок попробую сегодня записать и закинуть его будет атака там ну просто там руками махнет пару раз и все чтобы не усложнять и долго это не делать счастливо всем